Здрасте дорогая публика, Артём Александрович Сергеенко, он вот мой бывший, вернее я его бывший преподаватель, а он до сих пор студент, студент он институт университета финансового, да, специальность его госфинансы, да, так он, госфинансы, вот, и он начат учился у меня методы, оптимальные методы принятия решения, как так называлось, да, сейчас, кстати, у следующих поколений уже этой дисциплины нет, и к сожалению, и к сожалению, да, потому что вот решили, что, ну, куда им там оптимально, там вообще математику у вас подсократили, вот, там кто-то там решил, что вот математика вам не особенно нужна, потому что без математики ему легче деньги делить по правильному отношению, чем, значит, знаю математику, вот, так, и вот он у меня учился, там был симплекс метод такой, да, я все пытался ему напомнить, там была такая задачка про тараканов и собак, было, про гроб для обезьянки, как оказалось, тоже была она, да, ну, вот, вот, а он сам теперь вот из этого извлекает прибыль, сделал это, ну, не то, чтобы делом всей своей жизни, но своим делом, бизнесом, да, расскажите, пожалуйста. Последних трех лет, ну, Борис Сергеевич, во-первых, спасибо за встречу, я хочу сказать, бывших преподавателей не бывает, на мой взгляд, потому что все эти три года... Бывших чекистов, да? Да, все эти три года я занимался созданием симплекс модели, я немножко расскажу свой путь, значит, с чего все началось, еще в десятом классе в школе мы решали задачи по оптимизации распределения ресурсов, и мы решали задачу на два товара, максимум на три, три, это считалось уже олимпиадный, и мне было это очень интересно, я сделал целью своей жизни, вообще, вот, заниматься экономическим планированием, распределением ресурсов, и, значит, отец мне ставил задачу, как найти эффективный показатель экономики, то есть, с чего надо улучшать вообще производство, то есть, нужно ли увеличивать КПД завода, или, например, нужно сокращать транспортные затраты, Как это понять? Нужна аналитическая модель совокупная, которая учитывает все факторы, и, соответственно, функции взаимосвязи между всеми теми параметрами. Я хочу сказать, вот прошли годы, я приходил к профессорам высшей школы экономики и спрашивал, скажите, пожалуйста, значит, а вот как на четыре товара решить задачу? В жизни-то оно побольше, и услуги, и товары. Говорит, ну, ты сначала на два, на три реши, потом будешь на четыре. Но я решил. А оказывается, не так-то много методов, которые позволяют решать задачи комбинаторики такой ресурсной. Значит, наступает второй курс университета. Я попадаю на лекцию Бориса Сергеевича, а потом на семинар. Борис Сергеевич сразу нам дает понять, что вы ничего не знаете. Да, я тогда, я не знал. Вот интересно узнать себя. Сначала мы поняли, что мы плохо знаем географию, историю, литературу. Значит, вы нас застыдили, показали свой авторитет, а потом показали, что мы еще экономику плохо знаем. Потому что вы при мне просто с лету решаете задачу на несколько переменных. Просто, как очень наш. И, значит, я удивился, я думаю, как это так? А, это была, по-моему, задачка по фабрике грез. Там много было разновидностей. Товара, как вы говорите. И культуру, и в технологии. И у нас даже была задача на вооружение. Когда у нас гонка вооружения шла, значит, как распределить ресурсы. Самое смешное в этой истории то, что я однажды опознал к вам на лекцию, а вы меня не пустили. Я сидел за дверью, вот так вот на полу все ушли, а я сидел, потому что очень интересно было. Слушай, бедный ребенок. Вы меня потом впустили через час. Напрасный, я такой был строгий. Ну, вот, но на самом деле, может быть, оно и сыграло. То есть, такую роль, потому что три года я занимался только этим вопросом. На самом деле, очень интересно. В университете нам предлагают писать статьи, делать исследования на какие-то темы. И как люди делают обычно? Они написали на статью, но потратили, считают, много времени, два месяца. Вроде как раскрыли вопрос и закрыли его. То есть, а как бы исследование, оно как бы есть, но оно не завершенное, я считаю. А я увидел в этой задаче распределение ресурсов очень много подводных камней. И вот у меня сейчас прошло три года, я занимаюсь только одной задачей, одним исследованием. И все равно, я считаю, что я не до конца ее еще решил, мы постоянно открываем для себя новые аспекты. Самое интересное, я подумал, вы нам рассказали про Simplex Method. Simplex Method это некое построение матрицы, которое позволяет вам максимально распределять ресурсы. Значит, впервые такие задачи были сформулированы нашим советским ученым Леонидом Конторовичем. Значит, честь ему и хвала. Он сформулировал задачи, значит, как вообще оптимизировать эти все моменты. Он сейчас взять Нобелевскую премию потом поручил. Но считают, что Simplex Method все-таки сделал не он, он скорее сформулировал тип задач. А потом уже вот это переворачивание матриц, целочисленное решение уравнений придумали уже, считается, американцы. Но американцы всегда так говорят, что это они все придумали. Ну, это понятно. Да. Но в данном случае, почему-то Нобелевскую премию дали не им, а Конторовичем? Ну, я этому очень рад. Ну, как все-таки, значит, все-таки признали, что Конторович. Да, но и прошло пару лет, я вам пишу, значит, в соцсетях. Валерий Сергеевич, ну, откройте секрет, значит, почему Simplex Method так и не применился нигде. Вот почему в задачах в университете его проходит чуть ли не на каждом факультете, даже не экономисты его проходят. А в жизни нет такой программки, например, Simplex Method, решить задачу, оптимизировать ресурсы и получить сверхприбыль. Такой программки не было. И я думал, вот мне повезло, сейчас я сделаю такую программку, заработаю денег, значит, и всем будет хорошо. Я оптимизирую ресурсом компании, значит, сделаю научное открытие такое, скажем, ну, в общем, адаптирую технологию. И вот тут пошли подводные камни. Вы мне не ответили. Я это расценил. Наверное, профессор хочет меня испытать и дать ему, соответственно, пищу для ума, как вы говорили. Ну, а теперь задача для пытливых умов. Значит, вы так нам рассказывали. И я начал копаться в этом сам. Я думал, что у вас есть это готовое решение, но потом просто уже перестал рассчитывать на помощь и сам все начал делать. И вот полтора года я занимался только разработкой методологии. Оказывается, главным таким минусом Simplex Method является, помимо его технической загруженности компьютера, то, что после 10 товаров Simplex Method начинает ломать компьютер. Потому что там затраты технического вычисления идут экспоненциально. Это называется проклятие размерности. Ну, да. Да. Вот размерность, оно мы уже, значит, размерность четырех товаров уже не можем на доске изобразить, а не то, что уже посчитать. Ну, это, кстати, проблема и физики, что две планеты можно просчитать, как вращаются, четыре уже катастрофы. Нет, ну, в принципе говоря, Simplex Method это некий такой превращенный, переделанный метод Гаусса решения системы линейных алгебрических уровней для случаев, когда бесконечно много решений. И вот вам надо просто из этих решений, из базисных выбрать то, которое вам будет давать максимальное значение одной из переменок. Да. В данном случае прибыли ваши. Или минимальные, если это ваши убытки. Итак, и значит, да. Соответственно, какой был главный минус? То есть, помимо технических ограничений. Чтобы обойти технические ограничения, пришлось еще полгода посидеть с программистом, обо всем этом пооптимизировать, код попридумывать. Мы даже свои теоремы вывели, такие, которые еще не опубликовали, но у нас есть целое исследование, как сократить количество перебора. Здорово. На самом деле, то, чем я занимаюсь, я этим горжусь, я этим живу, потому что, ну, вы понимаете, заниматься наукой это довольно благородное дело. И на душе чисто, что не какой-то грязью занимаешься. Значит, самая большая проблема была, что Simplex Method не учитывает риски. Значит, представьте, что Simplex Method и так, это инструмент, который позволяет вам оптимизировать. Вот вы говорите, я могу производить мороженое шоколадное, клубничное, апельсиновое. Значит, что мне из этого нужно произвести? И в каком количестве объема, по каким ценам продать? Simplex Method я объясняю людям таким образом. Представьте, что есть ребенок, он пришел в казино. Он находит самый рисковый аппарат, потому что там самая большая моржа. И вкладывает все деньги туда. И этот ребенок, он не понимает, почему он прогорает, почему деньги. Потому что он уже нашел самый выгодный торговый автомат, вот этот игровой. Значит, и что происходит? Он проигрывает все деньги. Simplex Method, если его не ограничивать, он точно так же потратит все ваши деньги на самый рисковый товар, где нужно минимум вложить, максимум получить. Но мы же такие не можем продавать постоянно. Есть товар-ассортименты, которые делают выручку, которые нужны. А есть немножечко товаров, которые генерируют прибыль. То самое интересное. Например, компания Apple делает айфоны. У них есть, конечно, с этого прибыль. Но, например, прибыль в районе 20-30%. А есть Apple Pencil. Такой вот, значит, он стоит там по себестоимости условно 10 долларов, а продают они его, грубо говоря, за 100. То есть там маржа идет гораздо больше, но они их продать не могут в таком объеме, как айфоны. Айфоны у всех, а Apple Pencil у единиц. Вот, поэтому пришлось разрабатывать целую теорию, как ограничивать Simplex Method именно рисками. Мы начали работать с вероятностным подходом. Самое интересное, что общение с вами дало мне путь к другим профессорам. Я общался с профессорами по философии, чтобы разработать комплексную методологию, чтобы она все учитывала. Получил звание молодого ученого за защиту метапарадигмального подхода. То есть полгода я занимался только философией. Здорово, всем рекомендую. Значит, потом я изучал теорию вероятности, потому что теория вероятности близко к рискам. Да. И самое интересное, я тоже вывел такой термин, возможно, вы меня за него поругаете, что это слишком самонадеянно. Я назвал это парадокс больших вероятностей. Например, представьте, что у вас есть 10 товаров, каждый из которых вы продаете с вероятностью успеха 90%. В среднем вы вообще не рискуете, 90% это высокий показатель. Но если вы перемножите 0,9 на 0,9 на 0,9 в 10 раз, то у вас вероятность суммарная будет около 1%. Ну, грубо говоря. То есть, если что, у вас все успешные будут. Да, да. А ведь мы работаем сразу со всеми. А если вы умножите 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, у вас будет еще меньше, это вероятность того, что у вас ни одного не будет успешного. Вот. И вот как мне с этим работать? То есть, моя задача была пользователю предоставить несколько вариантов цен, значит, несколько вариантов товаров. Это все в огромной такой размерности все происходит. Очень интересно. Значит, и я вывел собственный показатель доли гарантированных продаж. Это среднеизвешенный показатель, который оценивается в среднем, сколько от объема продаж мы продаем гарантированно, на каком объеме мы рискуем. И я придумал пользователю, как выводить несколько сценариев. Это вот мой такой подход. Экономисты, как правило, дают собственнику такие три сценария. Оптимистичный, пессимистичный, реалистичный. Говорят, вот если будет урожай, ты заработаешь столько. Хочешь рискнуть, вот заработаешь столько. Моя задача была пользователю нарисовать некую карту сценариев, где я вывожу 30 сценариев, которые показывают тенденцию, некую линию. Вообще, стоит ли ему рисковать? Хороший вопрос. Может быть, это такой бизнес, который вообще не стоит рисковать. Вот у нас, например, на бемельном производстве мы делали пилотный проект. Там вообще не стоит рисковать. А вот в сельхозе почему-то риск очень даже оправдан. Почему происходит риск? Есть временной промежуток между продажей, получением денег, и производством. Чтобы продать, нам надо произвести товар. И вот представьте такую дилемму. Мы производим товар в ожидании того, что мы его сейчас продадим, заработаем деньги. Мы его произвели, затраты все понесли, людям зарплату заплатили, ресурсы купили. И он не продается. А он еще и портится. Вот как продукты портятся. Это катастрофа. Это катастрофа, потому что мы понесли убытки, а убытки нести постоянно нельзя. И я к чему пришел? Я прихожу в кафе, открываю меню, смотрю, цены. Кофе 100 рублей, например. Чай 50 рублей. Спрашивается, почему такие цены? Оказывается, большинство... Ну почему не 105, не 102, не 110? Понятно, что люди этим занимаются. Но, оказывается, большинство бизнеса построено на неком экономическом чутье. Никто не использует там статистические анализы, экономические регрессии. А если используют, то это очень крупные компании, как Алрос, например, производят алмазы. Значит, у них один там товар, и они на фоне его делают исследования. Ну а если вы какой-нибудь продуктовый магазин, у вас 100 товаров. У вас не будет просто аналитики такой. На самом деле это называется консалтинг. Консалтинг, то есть мы консультируем бизнес тому, какие позиции ему нужно сделать, чтобы получить больше прибыли. И мы создали своего рода с помощью Simplex метода такой некий, скажем, доступный консалтинг для людей. Потому что консалтинг – это надо идти в большую компанию, отдавать несколько миллионов. Сами понимаете, у всех предпринимателей есть на это деньги, даже желание. Мы же предлагаем пользователю дать наш готовый комплект программы, который он ставит к себе на компьютер. И, соответственно, вводит туда свои данные. Я к ним доступ не имею. То есть это некий калькулятор для экономиста или для собственника. И он сам работает, сам в нем вращается и получает для него эффективный сценарий экономический. Значит, если вы спросите меня про конкурентов. Есть ли какой-то аналог? Есть. Значит, вот, например, Excel. Часто люди пользуются Excel. Excel – это вообще замечательный инструмент, который позволяет вам строить совершенно разные модели. В этом его плюс и в этом его минус. Вы приходите к одному экономисту, у него своя модель. Вы приходите к другому, у него своя модель. Вы пока в ней разберетесь, уже время много потратите. Мы отдали где-то год разработки. Параллельно мы ввели, чтобы разработать интерфейс такой удобный, чтобы у всех таких экономистов, которые пользуются нашей моделью, проект выглядел одинаково. То есть все лежало в одном месте, чтобы оно все не валялось. Чтобы ярлыков Excel было не на весь рабочий стол, а один. То есть мы перебрали некоторые опыты у других компаний программистских. Значит, тоже одно из наших новшеств. Мы сделали много инструментов, которые позволяют Simplex-методом пользоваться удобно. На самом деле, самая большая проблема еще Simplex-метода, что вам заполнить вот эту матрицу очень страшно. Вот если вы представите, 10 товаров, 10 уравнений ограничений. А если внедрить налоги, как это сделали мы, так там вообще кошмар происходит. НДС посчитать, налог на прибыль или налог на доход физических лиц, социальные взносы – катастрофа. Значит, вводить это очень неудобно. Стояла задача сделать так, чтобы любой, скажем, средний пользователь мог пользоваться сложнейшей Simplex-моделью, который считает целочисленные решения, который учитывает скороподченность продуктов, учитывает риски и многие другие моменты. Итак, у нас Simplex-метод, мы назвали нашу программу Simplex-план в честь как раз Конторовича, в честь вот этого Simplex. И наша компания называется ООО IT Simplex. То есть, грубо говоря, консалтинг, который не просто говорит, что мы такие-то ребята в пиджаках, которые мы вам что-то рекомендуем. Нет, у нас есть продукт, математика, который вы можете потрогать, пощупать, проверить. Там всегда идет доказательная база. Как у нас в школе было, знаете, в школе у нас мы решаем задачу, выписали ответ. Что нам говорят учителя? А где проверка? И нам надо отдельную проверку. Значит, роль проверки у меня выполняет PDF-отчет. Человек, который получил таблицы, получил решение, вот у нас на этом все обычно и заканчивается. И вот, представляете, целая проблема экономисту составить отчет собственнику, который, может, не разбирается в таблицах. Это неудобно, вот так вот столбцы сводить со строками и говорить, так, вот это у нас удобный показатель. Мы генерируем такой отчет в виде русских предложений. Это мы сделали отдельный такой блок, который выводит графики, таблицы и русскими предложениями пишет. Мы вам рекомендуем продать такие-то товары, такие-то позиции по таким-то ценам. И успех каждой позиции, успех в общем, вот у вас будет такой. Вероятность. Да, именно доля гарантированных продаж. То есть, я, грубо говоря, создал несколько уровней сложности, и пользователь сам выбирает, хочет ли он рисковать, или он хочет получить гарантированную прибыль. То есть, он меньше может получить в перспективе, но и меньше потерять, потому что это такой гарантированный сценарий. А есть не гарантированный, когда придется поднапрячься, но он, например, окупит за счет того, что вы произведете больше. Да, сложнее продать большее количество товара, но вы получите больше прибыли. То есть, очень важно создать модель, которая не умнее человека, которая не заменяет его. Модель должна быть инструментом, как неким молотком, с которым работать эксперту удобнее. То есть, потому что ни одна статистика не заменит человека в области планирования. Планирование – это будущее, статистика – это прошлое. У нас, например, не было коронавируса, теперь он есть. Все это машинное обучение, вся эта статистика, она уже ничего не стоит, потому что у нас акции упали. У Apple упали Microsoft на 20%, буквально за пару дней вы это в предыдущих интервью обсуждали. Катастрофа. Катастрофа – это потери миллиарда долларов у инвесторов. А все они базируются, в том числе, на вот этом как раз статистическом планировании. Вроде это лучше, чем без планирования, но все равно. А как внедрить человека в модель? Это очень сложно. То есть, как учесть его чуйку? Как сказать, что не твоя чуйка – это бред? Нет, на самом деле человек, который 10 лет работает на рынке, он лучше всех разбирается в этом рынке, потому что он его прочувствовал. Он менял цены, он менял товар, менял поставщиков. У него в голове, он даже этого не осознает, очень большая база данных. Как из нее вытащить? Каким образом? Надо задавать ему правильные вопросы. Мало правильных вопросов, и главное, чтобы они всегда били в цель. Например, я задаю вопрос, как вы считаете, при цене 100 рублей товар, мороженое, сколько вы планируете продать? Минимальный объем, максимальный и гарантированный. И человек говорит, у меня нет такой информации. Я говорю, ну тогда будьте, потому что это очень важно. Как вы вообще-то производите, если у вас нет никаких ожиданий от продаж? Потом он ко мне приходит, говорит, Артем, действительно, я поговорил с маркетологом, значит, он мне сказал, какие-то ожидания. Я ему потом говорю, слушай, тебе надо продать больше, если ты хочешь заработать конкретно на этом товаре. Он идет к маркетологу, говорит, сколько мне надо вложить в рекламу, чтобы получить такие-то продажи ожидаемые. Он говорит, ну вот столько-столько. И мы видим, что я предлагаю увеличить профит на 100 рублей, а затраты 10 рублей. Это выгодное предложение, выгодное. Но чтобы это выявить, нужна математическая модель. Итак, мое предложение, это объединить эксперта, который работает в этой области, разного уровня. ИП, который на чутье работает, или какой-то крупный гигант, у которого есть своя статистика. И внедрить его информацию в мою модель Simplex Method, где математически точно будет выверена эффективная комбинация. Причем с учетом всех ограничений и специфики бизнеса. Например, вы говорите, Артем, я не могу делать партию, скажем, я делаю эту партию только кратно одной тонне. Мы это тоже можем все учитывать. Артем, у меня этот товар может испортиться, ну, Скоропорт, это мы тоже учитываем. Артем, вот здесь он такой-то НДС специфический, мы это тоже учитываем. Артем, а мы пока что работаем без налогов, можно это учесть? Можно. В общем, мы это все разработали. Мы даем два ответа на вопроса, что делать в этой ситуации. То есть, что производить, как производить, какие составы использовать. Мы учитываем технические ограничения. Например, ко мне часто приходили, говорят, ну, деньги есть, Артем, что изменить? Вы можете вложить, например, у вас есть продуктовый магазин, вы можете вложить еще больше бюджетно, купить больше товаров, но у вас просто закончится место на полке. Это такой типичный пример технического ограничения. Когда деньги есть, а ресурсов нет. Или у вас закончились с человека часы. Например, в парикмахерскую приходят люди, клиенты есть, а просто мало людей нанято. А почему мало людей? Потому что помещение маленькое. Тоже очень часто смешно. Да, а это значит, надо повышать либо цены, либо расширяться. А это свои риски, это новые. Потом, как учесть сезонность? Например, то, что летом у нас мороженое продается лучше, чем осенью. Это тоже очень большая сложность, если начинать эту задачу с нуля и очень просто в нашей программе. То есть, мы отдаем ответ на вопрос, что делать в этой ситуации. Сколько товаров производить, по какой цене, сколько вы налогов заплатите, сколько ресурсов потратите, денег или просто человека часов. Все это мы выдаем. Даем графики, таблицы, отчет. Все это делаем. И главное еще, второй вопрос, что изменить в этой ситуации. Вот два вопроса, на которые должен отвечать экономист. Что делать в этой ситуации, неважно какая она, хорошая, плохая, он должен выжать максимум. Значит, и гарантирует исполнение плана, это тоже очень важно. Значит, и что изменить в этой ситуации. То есть, какой параметр менять. Зачем менять КПД завода, если выгодно просто поменять поставщика на транспортные услуги. Модель это выявит. А вы в голове можете это потерять. Сейчас, как происходит сейчас планирование. У людей 10-15 файлов Excel в больших компаниях. Каждый отдельный человек за отдельное отвечает. И вот это как всегда, а я не виноват, это он занимается, это тот. А мне менеджер сказал, и этим заниматься. А директору перед инвесторами отвечать. Значит, и вот в итоге у нас происходит конфликт интересов между бухгалтерским отделом, бюджетным отделом. Мы, бюджетники, зарезаем бюджеты, чтобы меньше тратили. На производстве говорят, да нам нужны эти деньги. А как это все выявить? Это нужна вот такая математическая модель. И вот вопрос, что изменить в этой ситуации. Мы отвечаем. Все это делаем в красивых графиках. Мы делали пилотные проекты. Вот, например, самый интересный проект у нас выдался как раз на сахарном производстве. Значит, моя семья занимается сахаром, созданием сахара уже третье поколение. Я идет, знаем весь толк в этом деле. Можем сделать вам сахар в виде зайчика, в виде розового сахара, коричневого, какой хотите. Значит, или можем в мешках 50 килограммов пригнать хоть завтра. Значит, суть в чем. Оказывается, мы вкладывали все усилия в то, чтобы сделать больше сахара, чтобы выжать из заводов. Мы закупали немецкое оборудование, вот это все на свете. Значит, оказалось, что активом главным являются не сахарные заводы, а земельные участки. Почему? Потому что маржинальность ржи и пшена выросла, и выгодно закупать свеклу оказалось у других людей, а на своих полях выращивать пшено. Это вообще нелогично с точки зрения, ну, скажем, классической теории экономики. Потому что если у вас есть собственные поля, надо выращивать первый ресурс, потом из него перерабатывать, делать конечный продукт. Вот оказалось, что нет. Оказалось, что сахар выгоднее и дешевле закупать. Надо немножко делать сахарные свеклу самим. Значит, и мы что сделали? Мы на краешке поля посадили горох. Значит, ну, вот так вот получилось по себе в обороту посадить горох. Гороха было мало, цена высокая, заработали около 5 миллионов рублей просто с одного поля. Симплекс-модель окупилась в разы, просто в сотню раз. Мне я гордился за это, что мы сделали такое решение. Значит, мы делали пилотный проект на мебельной фабрике, когда говорим, что вот здесь вот распилы по-другому сделать надо. Здесь надо меньше ресурсов использовать. Значит, вот этих столов вообще не надо производить, потому что они не нужны. И это тоже приносит доход. То есть, каждый клиент корпоративный, который к нам приходит, у него какая-то своя специфика бизнеса. У кого-то продаж нет. У кого-то, наоборот, продажи есть, они производить не могут. У них слишком высокие затраты по рынку. Они из-за этого не выдерживаются. Я сделал такой термин «основная проблема бизнеса». Вот кому не придете, все счастливы одинаково, когда продажи идут. Все они счастливы по-разному. То есть, кто-то не может договориться с контрагентами. Кто-то, вот как мы сейчас выходим в продажи, мы ищем партнеров, мы ищем клиентов. Хотя продукт, например, хороший. У кого-то продукт плохой, но они хорошо продают. И вот им лучше бы продукт развить. Например, японец изобрел караоке и продавал его много-много лет. Зарабатывал сверхденьги. А потом пришли американцы и сделали его караоке не на кассете, а на дисках. И выпустили дешевле эту платформу техническое изобретение. И запатентовали. А японец не запатентовал. В итоге японец обанкротился, потому что он не смог конкурировать с высокой технологией. Американцы до сих пор зарабатывают несколько миллиардов долларов в год на караоке, на японской разработке. Вот как бы вот так вот просто. Вот бизнес он очень интересен, конечно. Потому что вот кажется, только у меня проблемы, они у всех есть. И вот бы создать такую аналитическую модель, которая это все учтет, выявит, сформулирует проблему как эксперт. Подскажет решение, а пользователь уже сам будет думать, решать эту проблему или отложить ее. Например, я говорю, снизьте, пожалуйста, затраты на транспортировку. А вы говорите, нет, Артем, у меня тесть занимается транспортировкой, я снизить не могу. Я говорю, хорошо, а вот второй по приоритету показатель другой. Значит, например, максимальный объем продаж надо увеличить. Он говорит, о, вот этот показатель я могу изменить. Он звонит, значит, директор какому-нибудь, директору маркетинга, говорит, ну-ка увеличь ко мне снизить продажу. А надо? Надо. Увеличивает, прибыль идет. Как так? Магия, волшебство, ну оно так и есть. Какой итог можно подвести? Конторович больше 50 лет назад сделал великую вещь. Причем он был примерно моего возраста, когда начал впервые заниматься этим вопросом. Значит, вот это леонизация задач. То, что нужно внедрять математику в экономику очень грамотно и аккуратно. Потому что очень опасно, когда модель говорит одно, а эксперты считают, что это не так. Как правило, это не приходит ни к чему хорошему. А тут, когда эксперты ввели свои данные, то модель ничего плохого сказать не может. Она может только оптимизировать. Какой мы результат добиваемся? Плюс-минус 5-7% прибыли. Что это такое? На самом деле это очень много. Потому что по сравнению со стоимостью программы это все очень быстро окупается. И главное, что пользователь начинает задумываться о серьезных вещах. То есть об оптимизации на уровне уже математики. Поэтому вам огромное благодарность за то, что вы обучили Симплекс-методу. Мы уже... Познакомил вас с Симплекс-методом. Вы вам какой доктор. Значит, ну да. Странно, что никто им не занимался. И я понял, почему. Потому что ушло много лет на то, чтобы с ним разобраться. Довести до состояния, когда удобно этим пользоваться, обычному человеку. Потому что я помню, как все студенты до последнего воротились от этого. Что, ой, ну эти матрицы, ну это тяжело. Эти выравнения, эти функции, какие-то стрелочки, значит, решетка. Ну, людям это не нравится. Хотя я не понимаю, как экономист может делать какие-то суждения без математических моделей. Я хочу сказать, что математические модели без экономиста это тоже плохо. Но в Симбиозе они, конечно, друг друга уравновешивают и дают действительный результат. Потому что что, экономика должна быть экономной. Экономист должен отвечать на три основных вопроса. Что, как и для кого. А у нас экономисты вместо этого говорят, что угодно. Перекрасить обои в другой цвет. Значит, там другие высказывания. Вам нужно аудиторское заключение. В общем, что угодно, лишь бы не говорить по делу. Вот в чем моя проблема. Вы мне скажите, причем предоставьте график и доказательства. Выставите это на обсуждение. Вот чем должен заниматься экономист. Экономист это инструмент для директора, для собственника. И я считаю, что наша компания достаточно приблизилась к этому первичному смыслу экономиста. Какая задача? Эффективно распределять ресурсы. И меня спрашивают, Артем, ну а как ты зарабатываешь? Я говорю, ну смотрите, я продаю программу, получаю за это денежку. Пользователь ставит программу и получает деньги от того, что оптимизировал свой бизнес. Говорит, ну подожди, Артем, ну как же закон сохранения энергии? Если где-то прибыло, значит где-то убыло. А где убывает? У конкурентов убывает. Те, которые не пользуются этими моделями. Потому что они-то не могут так оптимизировать. У них все потихоньку начинает рушиться. Там отвалилось, здесь приставил, там отвалилось. Вот так вот вытесняют конкуренцию. Значит, и в итоге компании, у которых просто нет таких инструментов, не только моего инструмента, но и других таких, скажем, информационных, их потихоньку вытесняют. Вот, например, если я прихожу в магазин, там нельзя платить карточкой банковской, я уже не прихожу в этот магазин, мне это неудобно. Ну да, вам надо с собой иметь наличие, которое может не быть. Да, у меня сейчас в кармане 200 рублей. Не потому что у меня денег нет, а потому что они просто не нужны. Значит, уже сейчас дальше пошли. Уже в Японии уже в кафе обслуживают роботы в каких-то кафе. То есть уже даже люди не нужны. Значит, и это привлекает клиентов, потому что у них большие очереди, а роботы обслуживают быстрее. В итоге какой? Надо осваивать новые технологии, надо пробовать. Мы предлагаем пользователям бесплатно попробовать, поговорить лично, посмотреть, какие проблемы мы можем решить. Если мы сталкиваемся с пользователем, который какой-то невероятный бизнес, какой-то стартап, в котором какие данные внести нельзя, мы с ним просто не работаем. Но, как правило, 90% клиентов, мы им находим, как им помочь. И, как правило, это все окупается. Значит, поэтому, какой я могу посыл оставить? Заниматься наукой очень интересно. И причем я понял, что можно заниматься наукой не только в рамках университета, но и в рамках бизнеса. То есть сразу внедрять науку в прикладное направление. Это называется инновацией. Значит, вот уже забавно, что нас пригласили участвовать в конкурсе Сколково. Значит, старт так называемый. Значит, пригласили попробовать побывать резидентом Сколково. Президент предоставляет налоговые льготы на это все. То есть вся страна и законодательство говорит, развивайте эти технологии. Они нужны. У нас в России очень сильные математики, я считаю. Вот к вам приходят на интервью. У нас даже в Воронеже. Вот я родом из Воронежа. Значит, очень сильных математика взращивает. Но какая проблема возникает? Математики решают какие-то свои математические задачи, программисты свои программистки, экономисты какие-то свои задачи. А открытия они где? Они в синтезе, они в стыковке. У меня работают люди и программисты, и дизайнеры. И все они решают одну и ту же задачу, как сделать программу удобной, рабочей, и чтобы она в итоге выполняла свои функции. Потому что мы могли бы вам сделать серую такую программку, она все бы хорошо считала. Но никто бы ей не стал пользоваться. Ну, сейчас такой мир. Значит, 2020 год. И поэтому здорово, что университет научил нас комбинировать разных людей, организовывать их. Он нас учил делать доклады, презентации, грамотно разговаривать, разбираться в математике, в экономике. И самое интересное, вот люди говорят, ой, я хорошо разбираюсь в госфинансах, но я макроэкономику не люблю, например. Или я там, например, историю не изучаю, или географию. Мы, мне кажется, образование как бы виртуально разделило все эти области. Но на самом деле это все едино, как по Гегелю. Это общество, это экономика. Если вы не понимаете математику, вы не понимаете экономику. Если вы не понимаете макроэкономику, как вы можете разговаривать о понимании госуправления? То, что это все связано, вообще абсолютно все. Поэтому здорово вот этим всем заниматься. Ко мне люди приходят, работают. Значит, они говорят, ты знаешь, Артем, я тебе благодарен за то, что ты раскрыл мой потенциал. То, чем я занимаюсь, я этим живу. Мы еще, значит, нашей компанией сделали четырехдневную рабочую систему. Вот представьте, маленькая компания, вроде каждый день очень важен. Значит, ну, понятно, я работаю каждый день, семь дней. Значит, но люди работают четыре дня, и это эффективно. Потому что если человек работает пять дней, у него суббота, значит, выходной, в который он лежит, вот так умирает, в воскресенье надо убирать дом, и с понедельника опять все пошло. Человек начинает, грубо говоря, ненавидеть то, чем он занимается, даже если это очень интересно. У меня люди в пятницу, у них уже полный кайф, расслабон. В субботу они занимаются делами, а в воскресенье опять отдыхают. В итоге мне рассказывают мои люди, говорят, я иду в душ и думаю о программе. То есть человек работает не только восемь часов, в эти рабочие деньги. Он работает постоянно. То есть он думает о том, как это улучшить. Занимаемся. Вот сейчас разрабатывали визитки, значит, патенты регистрировали полгода назад. Это свои специфики, с нами работали юристы, разные люди. Очень интересно этим всем заниматься. То, что... Разговариваю с дизайнером, дизайнер мне рассказывает то, что он вообще видит мир не так, как мы, ни таблицы, ни как что-то оптимизировать. Она говорит, Артём, у тебя кухня голубая. Это говорит о твоем характере. Значит, она вот мир распринимает как цвета, как геометрию. Она идет, может остановиться, говорит, это здание особой геометрии. То есть люди разные, и когда они работают над одним проектом, действительно что-то восхитительное получается. Мы берем пример с Apple, когда они говорили, компьютер должен быть даже похож на человека, чтобы с ним было приятно работать. Значит, поэтому... Еще раз какой вывод? Благодарю, Контарович, благодарю вас. Значит, то, что вы рассказали. Я действительно не мог поверить, но это гениально, но это почему-то не применяется. Мне просто повезло, что у меня было на это время это все глубоко исследовать. Было повезло, что я нашел людей, которые помогли мне финансами, помогли мне своим трудом. Значит, и то, что мы довели проект до конца, и я предлагаю вам попробовать этот продукт. Он уже готовый. Вы можете его просто взять и загрузить со своего компьютера и начать пользоваться. И он работает. То есть он действительно увеличивает прибыль компаниям. Он действительно подсказывает, где это улучшить. И он работает в разных отраслях, в разных спецификах. То есть программа, которая одновременно учитывает все, но при этом проста. Вот, собственно, за этим я пришел к вам. Ну, внизу мы под видео укажем какую-нибудь, так сказать, ссылочку на вас. Да, у нас есть сайт, на который вы можете оставить заявку. на то, что мы смотрим. А вот теперь мне поясните. Там ведь в этом бизнесе очень много всяких условий. Вы говорите, что спрашиваете вашего клиента, если увеличить продажу мороженого, то сколько можно продать. Помните, да? А этот вопрос ему компьютер задает. То есть он должен на него как сформулировать ответ? Ну, сначала я хочу сказать, что продать программу – это полдела. Значит, очень важно ее внедрить. Что такое внедрение? Это обучение. Причем это не значит, что я прохожу целый месяц с человеком. Я провожу один рабочий день, так называемый день обучающих семинаров, когда я с людьми изучаю их же специфику, обсуждаем их задачи, объясняю, как пользоваться программой, говорю, что это действительно все просто. Благо, есть опыт репетитора. Два года объяснял студентам, значит, как решать экономические задачи. Значит, то есть мы внедряем программу, работаем с пользователем, и мы нацелены на результат. То есть не только они покупают, так сказать, коробку эту, но еще вы их учите применить их в их бизнес. Более того, мне, например, говорили, Артем, здорово, у меня вот мой коллега заработал на твоей программе, я тоже хочу, но у меня нет своего экономиста, которому я могу просто дать. Я знаю, что твоя модель работает, но нет того, у кого квалификация такого человека. Мы даже в этом случае помогаем пользователю, мы говорим, слушайте, вот у нас есть дополнительная услуга, у нас есть свои экономисты, которые только на Симплексе работают, они могут выехать к вам, собрать ваши данные, поговорить с вашими технарями, то есть полностью сформировать эту информацию, ввести в нее модель и отчитаться за результат. То есть даже такие нюансы мы прорабатываем. Это такой как бы аутсорсинг экономической деятельности. Экономического планирования. Мы обязательно будем работать и в области исполнения, у нас есть на это идеи, но мы пока... Исполнение это что значит? Ну то есть у нас есть три стадии бюджетного процесса, некоторые выделяют четыре. То есть каждый год все начинается заново, вот этот цикл. Это мы сначала планируем, что-то мы запланировали, какой-то сделали план, как на планерке, потом мы это исполняем, параллельно всему мы это контролируем и в конце мы отчитываемся. Вот так вот мало запланировать. Вот, например, приходит консалтинг и вот на те же заводы, они им там все разрисовали, сделали модель, говорят, вот вам за 5 миллионов модель, пожалуйста. А мне директор рассказывает, что если хоть один транш вовремя не сделать, а такое вполне бывает, то есть модель ненадежна, то вся эта модель не работает. То есть модель классная, теоретически практически неприменима. Вот, и, например, я сказал вам, Борис Сергеевич, вам надо продать 100 мороженых за эти сутки, а вы продали 90. Что это означает? Это то, что модель должна подстроиться под вас и сказать, значит, завтра вам надо продать не 100, а 110, например. То есть это уже вопрос исполнения. То есть менеджер получит, скажем, ниточки, за которые дергать подчиненных и говорить им, как дирижер, так, вот здесь вот подтяни продажи, вот здесь сократи себестоимость. Вот часто вы приходите, например, на производство и люди, которые работают по 10 лет, они уже, как бы, даже вот на парикмахерской привожу пример, ну, чтобы просто побыстрее сделать прическу человеку, она наливает чуть больше крема, там, например, вот этого геля. Она уже 10 лет, ее никто не уволит. И вот она его тратит, тратит. Гель закончился, она пошла на склад, взяла еще баночку. Значит, и вроде как, вот скажете, Артем, ты даже это оптимизируешь, ну, зачем, какая-то баночка. А таких мастеров у вас 10. И они постоянно перерасходуют материал, 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 и в итоге у собственника резко уменьшается, значит, выхлоп от бизнеса. Например, в бухгалтерских компаниях они как, вот здесь вот такси заказали, вот здесь кофемашину заказали. Вроде по чуть-чуть, а прибыль падает в разы. То есть, чтобы этого не допустить, нужен механизм контроля исполнения вот этого всего. То есть, запланировали хорошо, а люди говорят, ну, это же форс-мажор, вот здесь надо затраты понести, надо. Вот, а как оценить, действительно надо или не надо? Когда у вас есть Симплекс План, вы можете сказать, слушай, хватит покупать кофемашины. Тебе кажется, это мелочь, но таких как ты у меня сто человек работает. И вам надо чуть-чуть подужать свои хотелки, чтобы мы получили прибыль, а уже потом распределяли ее. Потому что у нас большинство компаний разваливаются из-за кассовых разрывов. Когда продаж еще нет, затраты понесены, людям надо платить зарплату, денег нет, налоговая приходит, говорит, почему вы не платите? И компании рушатся. Хотя надо было подождать всего три месяца. Нас в госфинансах научили создавать бюджетные резервы. Наша программа об этом тоже говорит. Что создавайте резервы. Создавайте, значит, чтобы ваша компания не разрушиваться. Она определяет норму этих резервов. Значит, то есть, опять же, это стык, стык нескольких наук, преподнесенный в хорошем интерфейсе, чтобы любой пользователь мог пользоваться. То есть, учитываем специфику бизнеса. А вот эти вот вероятности успеха, это связано, это дает тоже экспертную оценку, ваш пользователь, да? именно так. То есть, он ее может взять из нескольких источников. Например, он может взять просто экономическое чутье. Он говорит, слушай, Артем, я 10 лет продаю шаурму. Да я уже наизусть знаю, если я поставлю такую цену, ко мне придет 90 клиентов, в такую 120. А такую вообще никто не придет. Например, вы скажете, Артем, ну как это халтура? Я говорю, хорошо, возьмите свою статистику продаж, которая у вас подтягивается с вашей счетной машинке. И на основе ее проделаете такое исследование. Они у них уже есть. Если бы у них не было планирования, они бы не могли бы работать. И он просто отвечает на мои вопросы и потихонечку вбивает эту модельку. Кстати, вбивание составляет ну 2 часа, максимум сутки рабочие. Но человек получает план на месяц. Это, я считаю, очень удобно. То есть, если бы он месяц планировал на месяц, то это было бы неэффективно. Так он вбил, я это называю калькулятор для экономиста. Меня люди ругают за это высказывание, потому что калькулятор это же дешево. Нет, калькулятор это вещь, которая сейчас у каждого есть. И никто не задумывается о том, нужен ли ему калькулятор. Значит, вы спросите меня, можно ли Артем проводить расчеты без калькулятора? Можно, но не так быстро, не так удобно и возможно не так точно. Значит, что касается Simplex Method, это такой калькулятор, который вручную, значит, Simplex Method, даже на маленьком цветочном магазине у нас просчитывают по 8 миллионов уже оптимальных комбинаций. 8 миллионов. Вы вручную это сколько будете просчитывать? То есть, даже вы мне скажете, Артем, я допустим, все учел, не сможете. Вы скажете, Артем, а почему я в Excel не могу сделать такую модель? Не сделайте. Потому что 8 миллионов Excel тянет только 30 тысяч строк. Ну, в среднем мы говорим. Потом он начинает ломаться, падать, не на всех компьютерах, но тем не менее. Сравните 30 тысяч и 8 миллионов. То есть, мы написали программу, это тоже интересный факт, который загружает центральный процессор на 100%. Вы, возможно, удивитесь, как ваш компьютер умеет гудеть. Почему? Потому что центральный процессор разбивает потоковые вычисления на несколько ядер. Мы это все тоже прописали. Вы, наконец-то, узнаете, сколько у вас ядер в компьютере. Поэтому, скажем, на медленном компьютере вычисления идут где-то 2-3 минуты, на быстром 1 минуту. Не критично ни в том, ни в другом случае, но вы поймете, для чего вообще нужны были компьютеры. У нас в Советском Союзе компьютеры не называли компьютерами, их называли ЭВМ. Вычислительная машина. Электронно-вычислительная. Да, именно вычислительная. И вы поймете, что у вас компьютер оказывается для вычислений, которые человек сам не в состоянии сделать так быстро. Например, вы что-то поменяли в модели, например, у вас продажи упали по этому товару. Вы просто у меня в модели чуть-чуть изменили входные данные и у вас новый расчет для вашей новой ситуации. И опять мы говорим, что изменить в этой ситуации, если вы желаете, и у вас печатается PDF-отчет с нашим логотипом, все красиво, с графиками тоже. В общем, все как нам. Но вы нас учили, что если вы делаете задачу, вы делаете ее комплексно. Вот это комплексное решение. Вы мне два сразу напомнили. Напомнили мне Илона Маска немножко. Второй помните, такой был, я тоже вам про него рассказывал, метод Марковицы. Помните, оптимизации. Ну, вот это вот по смыслу. У него был, собственно, метод оптимизации портфеля ценных бумаг. Там тоже была многомерная задача. Вот что-то вот он, кстати, за эту Нобелевскую премию получил. Ну, в принципе, было бы логично, так сказать. Я понимаю, что Нобелевская премия это очень большая редкость, но было бы логично и вам тоже вот как-то эту премию получить когда-то за это дело. Мне кажется, это очень здорово, даже когда профессор, который преподает в университете, он еще имеет опыт в практике. Это всегда приятно, когда человек пришел из бизнеса и говорит не только как в теории, но и в жизни. Поэтому мы тоже планируем возможно магистатуру, аспирантуру может быть и так тоже связать свою жизнь. По крайней мере, очень хотелось бы. Но я считаю, если вы меня спросите, куда экономисту идти в магистатуру? Куда? Если бы вы меня спросили, куда физику идти в магистатуру, я бы сказал, на экономику. Это очень хорошее сочетание, когда вы классный специалист, вы знаете все физические законы, законы развития природы, и вы умеете это еще и оценить и продать за деньги. Значит, а экономисту я бы пошел, я вот мечтаю, МГУ философия. Почему? Потому что только философия отвечает на вопрос конкретный, как создать методологию, методологию, как создать некую вот эту методологию проектирования, то есть, чтобы учесть все детали, как распределить нагрузку между коллективом, как мы говорим, у нас четыреха метка. Вот, значит, как учесть все количественные факторы. Вот у меня работают и, соответственно, мужчины и женщины. Вот, вроде люди разных возрастов, да, немного, но каждому свой подход, потому что к женщинам нельзя так вот руководить ими, как мужчины. Ну, по крайней мере, на моем опыте. Вот у нас разное количество людей работало, значит, вот был момент, когда работало около 15 человек вместе с юристами, с дизайнерами, с сайтом. Значит, и вот именно философия отвечает на вопрос, как мыслить комплексно, как, значит, подходить каждой задачей индивидуальной и решать ее. ну и намного, конечно, других вопросов. Ну, аспирантура уже другой разговор. Вот, вы сказали, философия сыграла некую роль в подготовительной работе вот надавшей программы. Какую роль? Расскажите. немножко неожиданно. Да, вообще, многие люди странно относятся к философии, даже сказал, он говорит, чем должен заниматься философ? Он как это, я не помню, вы рассказывали, не вы? Значит, есть такой анекдот. Человек все детство и юности учился ловить дракона. Учился охоте на дракона. Учился охоте на дракона. Когда его спросили, как же ты будешь зарабатывать, он говорит, я буду других учить охоте на дракона, которые будут других учить. Значит, и вот так же к философам относятся, что все, что умеет философ, это рассказывает философию. Значит, сейчас вот по опыту моей жены и по опыту моих коллег самые дорогие специалисты это не экономисты, не менеджеры, которые отучились на менеджменте, это методологи. методологи проектов. То есть, вот скажем, у нас есть проект, у нас даже преподаватель работал на космическом строении ракет. И вот за техническое задание грамотное, за составление документации, за расставление сроков, расставление людей и квалификации, ну, давалось, наверное, где-то 30% стоимости от всего проекта. Вот. Значит, по поводу философии. Полгода я потратил только на изучение философии. Почему? Потому что перед тем, как делать программу, я оценил затраты. Затраты сейчас на проект, ну, составляют около миллиона рублей. Вы представляете, для студента, тогда найти эти деньги было довольно сложно. Значит, и тем более не хотелось рисковать. Я бы не стал вкладываться в этот проект, если бы не знал точно, что он выстроит. А как узнать точно? Да очень просто. Я пошел в университете на конференцию и выступил, скажем, нелегально. Нельзя студентам выступать перед докторами наук. Но мой профессор по философии подсуетилась, попросил, говорит, вы послушайте его. Вы послушайте. Я рассказал свою методологию от и до. По нормативу нужно было 7 минут, я рассказал за 7 минут, и потом еще где-то полтора часа все обсуждали. Потому что всех это задело. Это было очень интересно, потому что, ну, по сути, некий студент пришел и рассказал, как оптимизировать ресурсы неким другим образом, ссылаясь на советского ученого, а все уважают советского ученого и все не уважают студентов малых курсов. Ну, потому что, ну, что он может рассказать нам, докторам наук? У меня был один хороший вопрос такой из области философии. Например, у экономики есть, там, у закона спроса и предложения, есть такие присказки, на которые мало кто обращает внимание. А есть даже такая философия экономики и философия налогообложения. Например, философия налогообложения, я читал целую талмуды такие. Значит, почему один человек может, спросить другого, дай деньги, налоги, а другой не может. А чтобы государство функционировало стабильно, нужно, чтобы не было социальной напряженности. И вот вопрос, как объяснить людям на уровне ментальности, что надо платить налоги и не спрашивать, куда они ушли, это целая философия. Это очень серьезный вопрос. Так вот, я пришел, а у экономистов есть одна, точнее, две таких отмазки. Говорит, ну, слишком много факторов, мы не можем посчитать эту задачу, или при прочих равных. Представьте, если я к жене приду и скажу, при прочих равных у нас все хорошо. Значит, но каждая ситуация, она индивидуальна. Я задавал вопрос этим профессорам наук, докторам наук, значит, почему в физике нет такой отмашки? Например, вот мы как-то прогнозируем погоду, хотя там облако дует с тысячи сторон, с разной силы, но мы всегда можем выявить равнодействующую силу и узнать вектор движения тела, например. У них нет при прочих равных или слишком много факторов. Они решают задачу, да, сложно решать задачу, когда тысяча взаимодействий, но они решают. А в экономике у нас мы не можем решить. Ко мне подошла бабушка, профессор, и говорит, Артем, я с вами поделюсь. Я потратил на этот вопрос 50 лет. Я такой, а я на этот вопрос потратил полгода. Потому что я в истерике бился, почему мы экономисты не можем, а физики могут. И это потому, что физики работают с законами природы, которые константы, а экономика работает с закономерностями, которые зависят от человеческого поведения, человеческого фактора, который является случайной величиной. В физике тоже на уровне атомов идет уже работа случайной величиной. Мы можем только сказать, с какой вероятностью электрон будет в данной орбите в этом месте. И вот экономика чем-то похожа на эту систему. То есть, мы объясняем законы экономики на уровне обычных тел, как Ньютон объяснял. Значит, а на самом деле экономика это уровень мелких частиц. И там совершенно другие законы, совершенно другие вычисления. Там всегда вероятностный подход. Вот как философия позволила совершенно по-другому поменять вектор решения этой задачи. Она сказала, дело не в том, чтобы найти замену симплекс-методу, симплекс-метод он хорош, но надо решить вот эти вопросы, адаптировать его, скажем, для микромира. Только философия дала мне такой комплексный ответ. Значит, за это меня дали звание молодого ученого, внесли в состав научной школы. Я помню, на втором курсе я просто думал, господи, ну жизнь удалась. Мне даже дали кабинетик такой университет на шестом этаже. Да, то есть сказали, вот бери людей, пиши статьи. Ну, как-то на этом все, ну, примерно и закончилось. В каком здании-то? Это вот даже, я... На шестом этаже. На шестом, на Китай-городе. А, там есть шестом этаже. Был такой случай, что у меня получилось поработать в департаменте социологии, истории и философии. Увидеть, чем люди там занимаются, сколько трудов они пишут. Ну, тоже было грустно иногда смотреть, что многие труды, они не доходят до реализации, так и остаются в архивах, ожидая того человека, который придет и вот, наверное, сделает из них что-то прикладное. Вот у меня какая-то такая мания оптимизировать все возможное. Даже на военной кафедре не было денег, значит, два года отучился на военной кафедре артиллерист. Денег не было. Ну, не денежные отношения, но есть много людей, много человек и часов, есть лопаты, можно сделать что угодно с такими ресурсами. Я вот при начальнике кафедры оптимизировал эти ресурсы, значит, чтобы полковники не составляли тесты, например, на бумаге печатали, тратили бумагу, мы открыли два компьютерных класса, которые уже в пыли были. Мы сделали программу, которая сделала тестирование, и вот там оптимизировали. Вместо того, что полковники орали на нас шагомарш, я сделал взвод барабанщиков, что тоже своего рода оптимизировал, придало статус соответственно военной кафедре. Когда я приходил на военную кафедру, не было ни одного барабанщика, я стал первым, сейчас там 12. Я ушел, и там 12. Вот это как бы стабильно развивающаяся система. Артиллериста, только по каким системам? Значит, боевая машина БМ-21 у нас, то есть это улучшенные версии Катюши, средняя дальность от 20 до 70 км. Но это, конечно, тоже пиршество для ума было, потому что как навести ракеты так, еще 6 машин с траекторией посчитать, чтобы в одно место попасть, чтобы точно уничтожить врага. Это физика, это траектория, это баллистика. И здорово, что даже финансовый университет этому обучают. Это очень серьезно на самом деле. Поэтому я вот говорю, что когда у вас есть комплексный подход к решению задач, вы можете решать задачи и в бюджетной сфере, значит, в создании бюджетов, и в корпоративной процессу планирования. И даже на военной кафедре, создавая взвод барабанщиков, оптимизируя ресурсы на военной кафедре. Потому что раз уж мы работаем в этой организации, мы хотим, чтобы организация становилась лучше, чтобы наши условия становились комфортнее. Это естественное желание любого человека. Я даже считаю, что счастье, оно не в том, что какое есть вы сейчас, а счастье в том, что вы знаете, что завтра будет лучше. Вот если у вас много денег, все хорошо, но завтра, вы думаете, не будет лучше, чем сейчас, и будет даже хуже, получается счастье, оно в развитии. Вот можно так сказать. И соответственно, оптимизация равно счастье для меня. Потому что оптимизация есть в развитии. Вот так. Ну это вот о чем, зачем нужна философия? Ну здорово. Мне вот очень стыдно, что я вот когда-то вас не пустил на лекцию, так вот прям невозможно. Я сидел и переживал. Вы занимались воспитательным процессом. Потому что после этого я никогда не опаздывал. А, то есть вы стали лучше. Ну хорошо. Да. Эта колотушка значит помогла. Советская. Уже мне немножко стало полегче. Чуть-чуть легче. Не, правда. То есть студентов, они о себе высокого мнения. А на самом деле... Студенты уж, молодежь, они в наше будущее. А на самом деле профессоры прожили три жизни таких студентов. Они знают очень многое. Ну да, мы стараемся. Передаете нам знания. И вот вы пригласили меня сюда. То есть это огромное вам благодарность. за это. Это вам спасибо, что пришли. Что-то хотите добавить? Ну что, я предлагаю заключение. Да, заключение. Перейти всем на наш сайт. Так сказать, не важно, что я сейчас рассказал. Можно... Будет ссылочка. Да, значит, ITSimplex.ru Вы можете своими руками потрогать, пощупать, решить, оно это ваше, не оно. Значит, мы с вами созвонимся, можем... Лично я могу с вами рассказать про продукт, встретиться. Если вы в Москве, отлично. Если вы в Татарстане, я буду рад к вам слетать. Значит, были такие уже случаи тоже. Значит, поэтому мы начинающая компания, динамически развивающаяся. Мы предлагаем наше сотрудничество с вами. и предлагаем попробовать наш продукт. Значит, я уверен, выгоду получим мы все. Поэтому спасибо за встречу. Я, честно говоря, рад, что оказался по ту сторону экрана. Люблю смотреть ваши трансляции, ваши видео. И, ну, это очень интересный опыт. Спасибо. А вы из Боронеж, ты с какого района? Значит, вообще есть город Иртиль. то есть, вы не самого. Нет, ну, 7 лет Иртиль, потом, закончил предцерковную школу при Воронеже в области, а потом сам Воронеж. Левый церковный школа? Ну, 4 года предцерковной школы и потом физмат-лицей. А вот это вот левый бережный, это который где-кто, где гостиница Борно или наоборот где улица Лизюкова? Лизюкова это северный район, это правый берег. А левый берег это Бурно это театр детский или кукольный? Ну, кукольный театр тоже на правом береме. Левый берег это, как правило, нет театров, есть заводы, есть люди, спальные районы, где люди живут, работают. Так вы на левом? Я оттуда. А Лизюкова на правом? Лизюкова на правом. Так Бурно на левом? Бурно не могу точнее. Гостиница Бурно? По-моему, на правом. У нас все-таки... А главпочтамт на правом? На правом, да. На правом. В главпочтамте было собрание ООН, мы с школьниками еще участвовали, то есть, это такое красивое здание в этом уже. И там отличные конференц-залы. Главпочтамт. Там еще остановка, по-моему, значит, вы на другом берегу жили? А я вот на том, где дом офицеров и все прочее. Жили? В гостинице Бурно какое-то время. Было здорово. Видите, видели город наш. У нас сельхоз, у нас очень развитый, мы из столицы Черноземья. Наш чернозем является самым лучшим черноземом в мире. В Париже лежит эквивалент лучшей земли, это из Воронежской области, Панинская деревья. Панинский район, в целом. У вас там еще памятник этому писателю-то. Был ряд Нобелевской премии тоже. С собаками-то он такой сидит там. А, да. Ну, у нас есть даже Билл Черновых. Не-не-не, но писатель-то вашу Нобелевскую премию он получил, он в Париже жил. Да что вы, что вы. Ну, такой дореволюционный-то Бунин, да? Да. Бунин, это тоже у вас Бунин. Вот у нас еще Бунин, Бунин. Памятник Высоцкому, который тоже построил. Кольцов у вас такой есть в ходу? Да. Поэт. Сквер Кольцовский, да? У нас даже гимназия Кольцовская. Да. Я всегда анекдоты рассказываю, как вот про Боронеж. Это значит, тут идет троллейбус, а останавливается в сторону Кольцовского сквера, вот это, останавливается он около остановки Дом офицеров, и средняя дверь не открывается. И вот, значит, говорят там пассажиры, скажите водителю, вот так тихо, говорят, средняя дверь не открывается. Вот. Ну, водитель тут проигнорировал, дальше едут, вот вам до памяти Кольцова кажется, да? И вот так там только там дверь открывается, они выходят и тут обратно, что характерно, вот там одностороннее движение, а им обратно около километра приходится к пешкам. Мне вот тем самым вот в Воронеже очень удивили вот таком своей вот, ну как-то я не знаю. Ну там парки можно и пройтись. Да я понимаю, ну вот если было бы это в Рязани или в Москве, ну там бы дверь бы сломали, но вышли. Понимаете, а у вас так все очень спокойно, такие аккуратные. Помню вот на станции Рязани вторая, там где поезда проходят до Воронежа, вот как-нибудь с кем-нибудь вот разговоришься, там до Воронежа едет, вы из Воронежа? Да, из Воронежа они. Ну как вам Рязани? О, сумасшедший дом. Да. Для них Рязани сумасшедший дом. Это как Москва. Да, для меня Воронеж это какой-то такой вот странный город, где люди могут проехать лишние километры и пешком спокойно идти. Спокойно и еще получить от этого удовольствие. У меня родственники Башкирии, приехал я в Башкирию, там совершенно другая культура, меня спрашивают, ты из Воронежа, да? Говорит, ну ты южный город, говорит, на югах живешь, а мы вообще себя югом не считаем. Нет, ну у вас значительно теплее, чем в Москве. Ну, зимой теплее, гора. Может быть, чем в Москве, но воронежцы никогда не считают себя южанами. Думаю, ну-то, понятно, дело. Потому что есть Краснодар, есть куда вы, у нас арбузы почти не растут, наши арбузы идут малосольные, она из закуска, поэтому, но у нас самая лучшая земля, я этим очень горжусь. У вас еще самый большой кинотеатр вне Черноземья, в Черноземье кинотеатр Пролетарий. Вы были? Был, конечно. Вот сейчас, наверное, реконструировали, сделали много залов, да? Нет, нет, так и осталось два зала, один большой, не, ну, там около пяти залов, наверное, а теперь пять залов. Ну, да. А при мне это был огромный зал, там вот, пролетарий, да, напротив, Спартак, и у нас люди орали друг на друга, пролетарий, Спартак, значит, и рядышком юность, другой кинотеатр. Вот я только запомнил, что это пролетарий. Вот, кстати, самое забавное, сейчас у дома офицера я ходил в школу рока, представляете, вот, около дома офицеров сейчас людей учат в подвалах играть рок, вот, а у главпочтампо стоит дом молодежи. Я не знаю, как в Москве, но в Воронеже это очень развито, что люди собираются бесплатно друг друга чему-то учат. Я, например, учился играть на гитаре, барабанах, пианино, губной гармошке только у других ребят. То есть, я им объяснял там одно, то есть, я, например, объяснял уже гитару, человек обучал меня химией. Мы вот так вот дворами жили, и мы поэтому очень ценим людей, вот, именно, квалификация специалистов. У нас было так, что каждый человек за что-то отвечал. Вот этот у нас там научит общаться с девочками. Вот этот химия поможет решить, этот физику, этот самый главный бегун. Значит, и вот в доме молодежи все собирались, нас даже обучали дебатам, риторике. Вот я два года занялся дебатом риторики, причем, таком уже на профессиональном уровне, то, что мы выступали на, значит, ну, по всей России ездили, там, соревнования устраивали, и МГУ побеждали даже, значит, воронежцы наши и Воронежа устраивали. Так что, Воронеж это очень хороший город, и что самое интересное, из Воронежа не уезжают. И из ста человек моего выпуска в школе уехало всего три. Одна девушка уехала в Питер, в Петербург, а двое уехали в Москву. Я один из них. Значит, а вот, например, если мы съездим в Башкирию, во Фу, то там из ста человек где-то 51 уезжает, либо в Петербург, либо в Москву. То есть, и моя жена оттуда, из Башкирии, и для нее был нонсенс, что мы не уезжаем. А почему? Потому что в Воронеже хорошо жить. У нас вот как-то мы, где родились, там пригодились. Да, там хорошо. Там все. Мы привыкли есть здоровую еду. Мы приехали в Москву, это было для нас нонсенс, что здесь помидоры пластиковые. У нас такие помидоры, что мы их разрезаем. Не у всех, конечно, но мы их едим с маслом. Люди думают, как можно есть помидор с маслом. Потому что помидор такой мякоти, что он как мясо. Мы его разрезаем. Значит, никакой там майонеза, ничего не надо. Поэтому, да, если говорить о Воронеже, можно много рассказывать. Люди меня в Москве спрашивали, однокурсники на первом курсе. Говорят, Артем, а ты правда видел, как кукуруза растет? Я говорю, в смысле? Говорят, да я ее только в банках видел. Типа она вот так вот, как-то собирается с пола. Я говорю, не, она по-другому растет. И я преподавателям благодарным всегда приносил либо из башки ремет, либо из Воронежа варенье. Потому что, если что-то принесешь другое, то получится как взятка, но неприятно. Я всегда после экзамена, и искренне благодарю, говорю, что говорю, это мои родственники, собирали лично, выращивали. Значит, тут любовь, тут тепло. Значит, и вы, как правило, у меня жена сейчас заболела, поела варенье, выздоровела. Никакие антибиотики не нужны. Башкирский мед, да, это известно. Башкирский мед. Ну и вот воронежское варенье. Воронежское варенье. Про воронежское варенье не слышал. А вообще под Москвой даже кукуруз растет. Да, у вас че-то не вызревает. А какие черно... Черносочные. Черносочные. Ну, то есть, вот у царя были черносочные. Черная земля, это самая такая, самая лучшая. Ну как? Вот, мы вообще не будем отходить далеко от Симплекс метода. Хорошо, значит, помните, Симплекс метод замечательные вещи, вот он преобразит ваш бизнес, так что не забывайте, вот на нас подпишитесь, и у нас там еще наши реквизиты есть, нам, если хотите, помогите. Спасибо большое. Всех благ. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.